Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы с Анастасией снимаем ченнелинг про Иосифа Сталина Джугашвили. Здравствуйте! Итак, попробуем сегодня разобрать какие-то основные вопросы, интересные факты. Но, естественно, сегодня за один ченнелинг это невозможно, все вопросы проработать досконально. Итак, Иосиф Виссарионович Джугашвили родился в гузинской семье. Кто-то говорит, что он был осетинского происхождения. В городе Горе, Тифлийской губернии, был выходцем из низшего сословия. Родился он 9 декабря 1879 года, либо по-старому, или 21 декабря 1879 года. Так. Однако, позднее следует установили иную дату рождения Сталина. 6-го по-новому, 18 декабря по-старому, 1878 года. Так. Нашел он, да? Верно. Так, сущность определила, о ком мы сегодня будем спрашивать. Вот. Крестили его 17 декабря 1878 года и по-старому 29 декабря. Неудобительно, давайте вопрос. Да, это самое. У Сталина были телесные дефекты, сросшиеся второй и третьи пальцы на левой ноге. Это что означало? Что они пальцы срослили? Был дан как урок. Как жизнедорог, да? Так. Ну, Сталин он все-таки светлый или темный? Мы сразу определимся. Он был светлым, но у него были темные. Кто был Сталин по национальности? Чистый грузин или какая-то смесь? Чистый. Чистый грузин, да? Да. Когда Сталин приходил к власти в России, что он хотел сделать из России? Чего он хотел добиться? Какую страну построить? Какие его цели вообще финальные были? Его цели были всю страну под себя, сказать так, построить. Это была основная цель. За ним кто-то стоял какие-то силы? Да, стояли. То есть он не сам по себе был? Нет. А что за силы? Не стояли, ему приказывали. Это люди были из России, из другой страны какой-то? Из другой. То есть если перейти на уровень светлых и темных, это кто был там не стоял? Темные. Темные, да? И что они пытались из России сделать? Сказать так, пропустить даже, поскольку темные, пропустить больше темных и уничтожить, сказать так, всех светлых тут. То есть по сути, как бы, да, вот Ленин, который был, да, революция произошла, а потом Сталин, это все как бы проделки темных, вот один шаг, второй шаг. Да. То есть революция произошла, царя свергли. Сталин, когда убивал людей, он понимал, что он убивает или все-таки им темные руководили? Он не понимал и не соображал, потому что не он думал, не он, так сказать так, оставлял себя это делать, его как так оставляли темные. То есть он как марионетка, как кукла была, да, в театре? Да, марионетка, да. Почему вот все-таки произошла Вторая мировая война, Перевелика Отечественная война? Кому чего бы, что было выгодно, как гидр, когда напал в нас? То же самое, темные, бывает, бывает то же самое, есть светлые, есть две группы светлые, то есть три создатели сами, и то же самое и у темных, то есть есть группа А темных, группа В темных, и они как бы хотят свое. А, то есть они еще между собой, что выясняют отношения? Да. Интересно. Угу. Не, они хотят искать так, например, группа А унесут группу В и построят свое. То есть в России была группа там какая-то А там, а в Германии группа В, например, да, поэтому и выясняли отношения. Интересно, такому еще и слышали. То есть то, что там Сталин убивал командиров перед Второй мировой войной, то есть это тоже все темные руководители? Да. Был ли Сталин хорошим главнокомандующим, то есть хорошим командиром, руководителем на войне? Был, но это не было, как бы, само, это были темные руководители для него и во всех остальных действиях. А был ли он хорошим правителем? Был. То есть он, ну, можно сказать, как сегодня говорят, президент, да, перевестись на наш язык. То есть он думал о людях как-то все-таки или как-то не особо думал? Нет, не думал. Я интересовала. А что интересовало? Все, что его интересовало, если это предназначено темное или светлое. Он хотел просто уничтожить всех. И все построить по себе. Понятно. Интересные такие моменты. Был ли Сталин русским националистом? Был. То есть он хотел евреев уничтожить, тоже, как и Гитлер, да? А темных, зачем евреев уничтожать? Потому что разные группы. И бывают светлые, так бывают темные. То есть он хотел построить новое государство. И если бы Гитлер не напал, то, возможно, через какое-то время он бы тоже поглощал весь мир. То есть такие планы, чтобы у них другую группу темных были. Они просто хотели друг друга уничтожить и взять, чем больше себе можно. То есть в основном они так делают. Да, интересно. Вот Сталина нашли мертвого 1 марта 1953 года. Говорят, его отравили там. Кто все-таки его убил? Зачем его убили? Что он не подчинялся темным? Светлые начали его вытаскивать и темные оглачают, что его просто уничтожили. То есть правители светлые, такие как Сталин, например, Ангелин Меркель, которые светлыми являются, и на них сидят темные, то, естественно, мы на них никак повлиять не можем, мы только могут повлиять они сами. То есть все президенты, которые на земле находятся, они не подвластны нам. То есть они сами решают. Да. На своем внутреннем уровне. Да. Но все-таки что со Сталином случилось? У него инсульт был? Причина смерти? Или его утравили? Или еще что-то другое? Сейчас, секунду. Его убили, инсула там, в принципе. Нет. Создали такие условия, да? Да. Темные. А, темные, да, сделали так, что инсульт случился? Да. Да, интересная информация. А что он еще может про старого сказать? Что мы не знаем еще? То, что у него темные были с самого детства. То есть его от Арии, то, что он был довольно таки развито, но, так сказать так, темные, не знаю, у них получилось взять его пленными и так далее. Но после смерти физического Сталин его удалили все-таки? Нет, его не удаляли, поскольку просто темные его уничтожили и остается все равно душа. Все-таки мы взяли обратно на свою сторону и продолжили с ним работу. То есть он после смерти физического тела все-таки попал к светлому, да? Да. И продолжил дальше развиваться? Да, в счастье, да. А сейчас он где он находится в душе? Сейчас он находится на новой земле, так сказать, которую недавно построили, но для более высших. У него сейчас примерно 24-е измерение. То есть он продолжает нормально развиваться, да? Да. И с теми темными, так сказать так, которые за ним управляли, они их тоже, так сказать так, удалили. Да, интересно. Потому что в простонародье сегодня бытует мнение, кто все-таки был Сталин. Убийца, либо очень хороший правитель. Или одни его хвалят, там молятся на него, там вот бы сейчас Сталина, чтобы порядок навел, там, вот, другие, там, наоборот, говорят, что нужно. Ну, не был и хорошим человек, но и плохим тоже, прям, конкретно, не было, потому что не он сам этого делал. То есть они его решали. Ну, вот еще несколько фактов из его жизни. Говорят, что у него, кроме троих детей, его, у него было еще два внебрачных сына, то есть пятеро, получается. Нет. Нет, сколько у него своих было? Только три. Трое, да? То есть это все мифы. Да. А жену почему-то у него было два или три по своей жизни. Ну, да, у него биография такая серьезная была, то есть сейчас мы не будем, надо все прорабатывать. Кто там отец у него был, наверное, да? Кто там мама, потому что на самом деле он там и революционером был. Вот, когда власть менялась в стране. А первоначально кто его вел к власти? Почему тяга такая была именно попасть к власти? Первоначально, ну, темные сами делали этого. То есть они ему вшивали в программу, да, что он должен попасть? Да, поскольку у него были из самого детства, да. Ну, то есть они зацепили его потому, что он уже какой-то развитый был? Да, потому что они видели, что он может много чего сделать, поработать за них на много. И испортить многое, и изменить многое для них. Лучше стороны для них. Да, интересно. А сам вот Сталин, ну, как-то все-таки мог действовать, ну, там, просыпался на время, например, там, да, он понимал, где он находится, или вообще полностью был? Ну, нет, его полностью сомбировали, то есть он не понимал ничего, вообще. И то, что вот это окружение там его, да, в правительстве он там в основном старался либо расстрелять кого-то, да, либо на расстоянии держать? Да. То есть чтобы они к власти не пришли, это все-таки темные так делали, да? Наверное. То есть темные они очень развитые были, которые его контролировали? Он очень довольно-таки развитые, потому что человек, который у него, сейчас скажу, сколько у него было открыто. У него был одиннадцатый глаз открыт, третий, ну, и третий кристально имеется в виду. И ясно знание, ясно слышание было открыто. Получается, для них довольно-таки развитые, то есть они могут с этим поработать, им выгодно. И получается, что с этого просто они не наталкиваются, потому что у него что-то есть, и начали с ним работать. Угу. Понятно. Вот когда началась Вторая мировая война, и Сталину докладывали, что вот немцы собираются перейти границу СССР и напасть на Советский Союз, и Сталин не верил. Вот почему это произошло, почему он не поверил, что война началась? Темные его старались держать все это в спокойствии, чтобы он мог нормально для них, чтобы его использовать. Потому что, допустим, группа других темных напала, как бы, да, им же выгодно было напала, чтобы понять, что началась Вторая мировая война, чтобы их не уничтожили. Или это такой трюк какой-то был? В принципе, нет, они просто хотели, чтобы он оставался спокойным и не тревогался до этого, потому что, сказать так, да, возникают другие чувства у самого человека. Темные могут потерять, сказать так, связь чуть-чуть, светлые могут зайти. Это как переживание и так далее. Ага, понятно. А вот для чего жены ему нужны были? Вот темные, для чего нужно было привлекать жен в жизнь? Он просто хотел умножать так, ну, не он, а они хотели просто, чтобы он умножал, и становилось их больше темных. Хорошо, ладно, заканчиваем. Думаю, некоторые моменты мы прояснили, людям будет интересно. Сам основной узнали, что все-таки он светлый был, его не удалили, как мы иногда думали раньше. Итак, заканчиваем это видео. Иногда будем снимать про каких-то знаменитых личностей, которые в прошлом были. Я думаю, что будет интересно. Будут вопросы интересные, присылайте. Все доброе, до свидания. До свидания. До свидания.